Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, только за февраль Силы обороны Украины уничтожили 13 российских самолётов. 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В этот перечень входят и те 3 Су-34, которые были успешно сбиты сегодня на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Как отметил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, потеряв А-50, россияне получают меньше информации об украинских радиолокационных станциях и средствах ПВО, а это помогает сбивать их самолёты. Сбиваются они довольно-таки далеко, не будем говорить точное расстояние, но на достаточно большом расстоянии. Российские пилоты уже не так налегают, не так близко подлетают. Им, чтобы корректируемая авиабомба полетела дальше, надо подлететь ближе, ведь бомба планирует, у неё нет двигателя. Она летит, как планер, снижается, теряя скорость. Поэтому российским пилотам, чтобы ударить дальше, надо рисковать, а рискуя, они попадают в такие истории, как сегодняшняя. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Вооружённых сил Украины, в эфире марафона «Едыни-Новыны». Главная задача, которая сейчас стоят перед силами обороны Украины, эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники украинских подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он побывал в воинских частях, которые удерживают оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. И отметил отличную работу украинских бойцов в районе села Орловка Донецкой области. Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который пытался прорваться на окраину Орловки. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Украинские военные выбрали новую линию обороны на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий. И подтвердил, что город Красногоровка, который недалеко от Маринки, находится под контролем сил обороны Украины. И такие контрнаступательные операции военные эксперты называют успешной тактикой. Действительно, истощение ресурса – это главное вражеского ресурса, главная задача нашей активной обороны. Сегодня речь не идет о наступательных действиях с нашей стороны, а с другой, опять-таки возвращаясь к Красногоровке, мы видим, что контрнаступательные операции, они сегодня под силу, вооруженным силам Украины, на определенных участках. И, конечно же, это в любом случае может менять ситуацию на фронте. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за последние сутки произошло 73 боевых столкновения. Сложная ситуация на Авдеевском направлении, где украинские военные отбили 22 атаки российских оккупантов, а также на Новопавловском. Там армия РФ также 22 раза пыталась прорвать оборону. Прорвать украинскую оборону российские войска безуспешно пытались также на Бахмутском, Купинском, Лиманском и Ореховском направлениях, но получали достойный отпор. Противник пытается на максимуме своих возможностей, используя все возможные ресурсы, продвинуться, чем западнее Авдеевки. И таким образом они создают буфер безопасности вокруг города Донецка. Поэтому, безусловно, в этих условиях противник готов нести огромные потери, но только чтобы приобрести соответствующие территориальные приобретения. По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1150 российских солдат. Всего же потери российской оккупационной армии уже перевалили за 413 тысяч. Также за сутки ВСУ уничтожили 23 танка, 44 боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему и 2 средства ПВО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова